13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Микрофон Светлана Занько и свое особое мнение сегодня будет высказывать вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Михаил Курашин. Добрый день, Михаил. Добрый день. Вот с чего хотелось бы начать. Только что у нас в дневном развороте была тема по поводу ярмарки на привокзальной площади. Бизнесмены, которые на этой ярмарке торгуют, они обращают внимание на то, что через Ассоциацию защиты прав малого и среднего бизнеса обращают внимание на то, что ярмарку собираются ликвидировать уже сейчас окончательно. И при этом 200 человек, которые там работают, теряют эту самую работу. Они заявляют, что проходят ежедневно через ярмарку до 5000 человек. И в то же время обращают внимание, что автопарковка, которую там запланировано построить, в ней нет такой необходимости, поскольку есть депарковаться. Ну и плюс зелёная зона, потому что там как раз в сквере находится эта ярмарка. И что произошло у нас сейчас в эфире? Мы спросили у Александра Сидельникова, начальника управления развития предпринимательства потребительского рынка администрации Кирова, окончательное ли это решение. Он сказал, что да, решение принято, и сейчас идёт конкурсная процедура, и будет парковка. Правда, он не смог пояснить, будет ли она платная, для кого она предназначена. По-моему, они уже раньше заявляли о том, что там будет платная парковка, будет развиваться. И как раз указывали на вот эту часть, которая находится в нижней части вокзала. Ну, соответственно, тут получается уже и решили они её расширить территориально. Ну, на самом деле, все мы помним эту эпопею, когда в начале 2000-х, точнее, в начале второго десятка 2000-х предпринималась массовая попытка по закрытию всех мини-рынков. Какие-то удалось закрыть, какие-то не удалось. И, к сожалению, на тот момент этот вопрос так и остался открытым. То есть будут существовать, не будут существовать. Потому что город после, там, стихийно настолько и по закрытию этих рынков, так и не сказал окончательно, какова будет судьба тех, кто остался. Поэтому я думаю, что, ну, ни для кого такой яркой новостью это не является. Все понимали, что раз точки над «и» не расставлены, то, скорее всего, к этой теме вернутся. И вопрос, опять же, просто заключается уже в совокупности всех последних решений, принимая городской администрации, связанных с вопросами, там, земли, недвижимости на территории нашего города, которые уже, там, не то что не подаются никакой критике и логике, да, там, они уже просто, кроме раздражения, уже просто никаких других реакций не вызывают. Ну, вот здесь конкретно, на Ваш взгляд, как горожанина, требуется ли в этом месте оплатная автопарковка? Давайте так, по частям. Вот, там, был период, когда на этот рынок я ходил достаточно регулярно. Этот рынок мне, в принципе, нравился, потому что он находится в таком хорошем месте, то есть рядом с торговой комсомольской площадью, где достаточно количество магазинов и, там, достаточно широкий ассортимент товаров, которые там реализуются. Ну, там, о качестве судить не будем, потому что оно, примерно, везде одинаково. Но, с точки зрения ценового диапазона, цены, там, по отдельным позициям были, там, ниже, чем на том же центральном рынке или, там, в каких-то других магазинах. Давно на нем не был, но я не думаю, что, там, идеология, концепция этого рынка поменялась. Поэтому исчезновение данного рынка, считаю, все-таки ошибкой и дело не только в тех предпринимателях, которые там имели торговые места и тех рабочих местах, которые там существовали, но и с точки зрения потребителя, с точки зрения людей, которые в данном районе проживают, которые действительно пользовались услугами данной торговой площади. Что касается платной парковки, опять же, рассуждать гипотетически, там, парковка нужна. То есть, все-таки разговор о том, что наша привокзальная площадь с точки зрения транспорта и инфраструктуры развита достаточно слабо, я думаю, что здесь нет смысла обсуждать. Но почему-то все забыли о том, что, и забывают о том, что, когда строился торговый центр «Лето», то на презентации этого проекта речь шла о строительстве подземных переходов и всего остального. И после того, как торговый центр открылся, вопросы-то задавались, а где, собственно, переходы, где все остальное. Потому что, если бы у нас появились пешеходные переходы, то, по крайней мере, уличный переход через привокзанную площадь нужно было бы максимально приспособить под парковки, тем самым, собственно, сохраняя зеленую зону, там, где располагается мини-рынок. Поэтому я считаю, что парковка, она нужна, вопросы-то нужно решать, но решать его нужно не через уничтожение мини-рынка, а искать другие пути. Ну и тогда, чтобы уже тему с рынком продолжить добить, что называется, еще следующие сведения сегодня поступили, что администрация города Кирова заказала концепцию развития, насколько я поняла, рыночной торговли, мини-рынков, ярмарок и так далее. Концепция должна быть дана в конце третьего квартала, после этого концепцию посмотрят, что-то будут решать. Если к этому месту времени останутся свободные места в городе, то, возможно, где-то у нас когда-то появятся рынки. Это я заканчиваю вашу мысль. Я, честно говоря, уже не верю в то, что эта концепция появится и что она действительно будет преследовать интересы поддержки и предпринимательства, и учета интереса потребителей. Потому что мест на самом деле остается все меньше, и в этой связи создать ради того, чтобы создать, наверное, не совсем правильно. Так же, как много вещей, которые за период борьбы с мини-рынками, появилось это создание мини-рынков, которые, собственно, не так оказались востребованы. Взять ситуацию мини-рынка, который сытный уровень, как он, в Новороссии, между Российской и Европейской, он не оказался сильно востребованным. То есть, там людей нет. Это и мини-рынок по труда, труда Карла Маркса, который предполагал, что туда перейдут все бабушки и дедушки, которые раньше торговали. И, опять же, непонятно отношение и концепция к коневскому рынку, потому что достаточно много я слышал и знаю, что есть людей, которые недовольны тем, что рядом с достаточно памятным местом находятся торговой площадью, которая слабо соответствует и санитарным нормам, и нормам благоустройства, и этическим нормам. И разговор о том, чтобы перенести этот рынок в окончание улицы Воровского, я считаю, что он вполне уместен. А непосредственно Кучеровский парк и эту территорию приспособить под какие-то социокультурные объекты, спортивные объекты, раз уж у нас Кучеровский парк спозиционирован как все-таки спортивный парк, то есть строится спортивное сооружение, ну, было бы, может быть, неплохо увеличить количество площадок для занятий спортом. Это было бы там вполне логично. Поэтому, ну, дождемся этой концепции, посмотрим, что она в себя будет включать, но я, честно говоря, уже слабо верю в том, что эта концепция окажется пригодной для нашего города. Ну, вот сейчас, раз уж мы упомянули о том, что в связи с ликвидацией ярмарки на Комсомольской площади ликвидируется, понятное дело, и зеленая зона, единственная, которая там, да, вот осталась, такой зеленый островок, то к зеленым зонам и перейдем. Три тысячи кировчан подписались против строительства у Парка Победы. Активисты подписи собрали, и эти подписи собираются вместе с петицией направить на имя президента Российской Федерации. У меня следующий вопрос по этому поводу. Ну, во-первых, почему, собственно говоря, именно президенту? Почему? Ну, потому что вся эта ситуация вокруг Парка Победы и вырубки зеленых насаждений в городе приобрела на самом деле слоган общий, это что-то типа, сейчас скажу, против Парки лучше, чем Быков. Почему, собственно говоря, не направить петицию Владимиру Васильевичу с тем, что мы не согласны с вашей позицией, и давайте обсудим, почему не направить эту петицию губернатору Кировской области Никите Белых, почему сразу президенту, и что он решит? Ну, начну, наверное, с окончания, в том, что направить именно туда, потому что все-таки считается, что последняя надежда для всех обращений, это как раз президент страны. Этому и способствует в том числе действия самого президента, когда вопросы решились в рамках прямых линий, встречи и так далее. На самом деле, ведь вопрос того же Парка Победы, это тоже не вопрос ни вчерашнего дня, ни позавчерашнего. Мы тоже должны с вами вспомнить, как несколько лет назад эту тему уже обсуждали, о том, что город давил на то, что там стоит пустырь. Некто, располагающий там спортивные объекты, заявлял о том, что он готов эту территорию освоить. Господин Дефакт, в принципе. Да. Для этого городская дума там меняла назначение земельного участка и так далее, и тому подобное. Тогда это тоже вызвало волну возмущений. Ну, вот это был еще даже, по-моему, на моей памяти как раз избирательный период, 11-й год. Но, к сожалению, как бы так, и там тоже обращались и в город, и везде, и реакции никакой не получили. Понятно, что за этот период те, кто положил глаз на этот участок, не сидели, в отличие от активистов. Просто так они, соответственно, готовили и готовились к продолжению этой работы. И, в принципе, там то, что сегодня происходит, это тот результат, с которым с точки зрения закона спорить достаточно сложно. То есть, законность решения о том, чтобы там передать этот участок под строительство жилого дома, на сегодняшний момент, в сегодняшней ситуации, вполне законен. А там беззаконие, а может быть, там, игнорирование закона или игнорирование точки зрения жителей произошли намного раньше. Буквально в 11-м году, в 10-м, 11-м году, когда только началась эпопея, связанная с этой землей. Можно ли эту ситуацию отмотать назад? Может. Городская, думаю, может принять решение о том, чтобы там отозвать эту ситуацию. В принципе может. Или может реально это самое городское? Может реально, в принципе может это сделать, но при всем уважении к коллегам из города, я сомневаюсь, что в этом составе они подобное решение могут принять. Вот. То есть, тогда бы мы получили ситуацию от ката там на 5-6 лет назад, и в принципе можно было бы эту тему закрыть, придав ей там другой вектор, это там восстановление стадиона, что примерно там делают у Дворца Пионера. Или же там строительство, опять же, каких-то новых спортобъектов, то, о чем, собственно, провозглашает нас губернатор. Поэтому вот, что людям-то остается в этой ситуации? То есть, с точки зрения там закона, момент упущен, ситуация движется в том направлении, которое выгодно тем, кто это решение принимал, остается только и там менять свою позицию, менять свои отношения, эти люди не хотят. Остается только обращаться к президенту. Ну вот завтра готовится, наверное, вы знаете, народный сход, как раз там, в Парке Победы, под тем самым слоганом, который я озвучила, Парке лучше, чем быков, что этот сход может решить. И как вы считаете, должны ли представители городской администрации, областной администрации или депутаты разных уровней туда прийти? Я очень надеюсь и знаю, что администрация президента достаточно внимательно следит за всеми событиями, происходящими во всех территориях. В том числе в Кировской области мы для них наиболее такой буйный в хорошем смысле и в плохом смысле слова регион, за которым, в принципе, всегда наблюдают. И очень надеюсь, что завтрашний сход, если он соберет достаточное количество людей, собственно, найдет свое отражение в реакциях администрации президента. То есть подкрепит то письмо, которое было направлено. Нужно ли принимать участие в нем представителям городской и областной власти? Ну, еще раз повторю, по моему мнению, по тому, как я анализировал ситуацию, на сегодняшний момент все действия происходят вполне законно. То есть никаких незаконных действий здесь нет. Поэтому там... Но хотелось бы, чтобы выйти и еще раз людям это разъяснить? Или нет смысла в этом? Ну, я думаю, что для того, чтобы выйти к людям и попытаться их переубедить, потому что надо не объяснять, надо переубеждать, нужна там достаточная смелость. Я пока не вижу, кто бы мог там под городской администрацией выйти и быть таким достаточно смелым. Что касается областной власти, ну, вот здесь опять же мы, к сожалению, упираемся в некую позицию, с которой мы там сталкивались зимой, когда по итогам падения снега, многие обращались к губернатору с требованием там решить вопрос с главой города и так далее. Есть конституция, есть законы, которые разграничивают уровень муниципальный и областной. Впрямую прийти там губернатор и заставить там главу города, главу администрации не может. Если только не будет на то его собственной воли, человеческой. Нет? Ну, кого? Главой администрации? Ну, если бы эта воля была, я думаю, что они не допускали бы подобных ситуаций. Это сейчас про администрацию мы говорим. Про городскую. А, соответственно, как только там область может предпринять попытки давления на город с точки зрения там решения вопроса так или иначе, мы упираемся в ситуацию там жалоб на нарушение закона о местном свободе. Но Никита Юрьевич не может не обратить внимания на то, что происходит в отдельном взятии? Я думаю, что встреч с главой города и с главой администрации достаточно много проводится и обсуждаются в том числе эти вопросы. И, как бы так, я знаю реакцию многих руководителей исполнительных органов, областных исполнительных органов, в том, что они не разделяют позицию, что вот нужно вот так город кромсать, там, точечными застройками, уничтожением зеленых парковых зон, да, то есть вот с точки зрения того, как может повлиять область, я считаю, что там делается немало. Но вот, как вы правильно сказали, там должна быть добрая воля на то, чтобы вот это все слушать и думать там о городе. Пока ее не заметно. Если даже там депутат, который избирался от этого округа, закрывает глаза и говорит о том, что мы благоустраиваем данный парк, а люди нам мешают этим заниматься, ну тогда, простите, остается только вспомнить, каким образом эти депутаты избирались. А почему вы думаете, вот именно такой слоган был выбран? Парки лучше, чем бык. Почему? За что такое Владимира Васильевича-то? Почему его-то выбрали? Мало людей, что ли, в Думе, в администрации? Ну, все-таки он глава представительного органа, в первую очередь. То есть он глава, там, самый главный среди людей, среди депутатов, которых избирали люди. То есть именно он, в первую очередь, должен являться выразителем интересов людей. Ну, то есть именно он должен прийти завтра, например, и ответить на это? Да. Да, он должен прийти, ответить, а самое главное, услышать то, что ему скажут в ответ. Потому что я думаю, что кроме деструктивных лозунгов, которые здесь были, там будут вполне конструктивные предложения о том, что и как нужно делать. Хочу отметить, что эти предложения звучат они регулярно, звучат постоянно. Когда, опять же, мой коллега Туруло предлагает сесть за стол переговоров и обсудить концепцию создания системы по поддержке отечественных производителей, ну, как бы так, вынуждая, там, приходить на эти встречи представителей городской администрации, все это заканчивается пустой по ряду причин, одна из которых, что вот нет воли слышать, услышать то, что и говорят. То есть есть некий свой план, есть некое свое видение, есть некие свои моральные принципы, по которым, собственно, и глава города, и, соответственно, вся структура органов власти городских, она идет. И, как бы так, кого-либо слушать здесь она особо не собирается. Я напоминаю слушателям, что это особое мнение вице-спикера законодательного собрания Михаила Курашина. И раз уж вы упомянули о том, что и в администрации, и в основном законодательном собрании есть люди, которым не нравится, как город, по вашему выражению, кромсается, уничтожаются зеленые зоны, и вот точную застройку вы имеете, видимо, в виду, то о ней и поговорим. И череда общественных слушаний по застройке в исторической части города прошла на минувшей неделе. Наиболее яркие – это дом на Казанской и дом на Преображенской. Значит, владельцы участков планируют там возвести дома, этажность которых выше, чем подразумевает концепция исторического поселения. Да и концепция-то сама все еще не принята. Да. Я думаю, что это взаимосвязанные процессы, что непринятие концепции, оно идет к тому, что пока есть возможность по-быстрому, как говорится, найти все возможные варианты и попытаться их каким-то образом пристроить. Так. А кем принимается концепция? Непосредственно, опять же, депутатами городскими. Городские депутаты, которые, они и заявляют, но ее не принимают. Это законно, что они так долго не принимают эту концепцию? Она была, насколько я понимаю, разработана и в этом виде существует с февраля месяца. Ну, опять же, с точки зрения закона я бы не говорил. Я бы говорил с точки зрения, опять же, представления интересов жителей. Потому что, с точки зрения закона, есть определенная процедура принятия подобных актов. Они, я думаю, в эту процедуру, в принципе, никоим образом не противоречат, то есть не внося в повестки утверждения данных вопросов и не внося их на обсуждение. То есть, как бы, незаконного в том, что они не форсируют ситуацию, ничего нет. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что я сейчас смотрю материал на сайте девятка.ру, и там утверждается, что границы исторического поселения утвердят в правительстве Кировской области. Именно в правительстве Кировской области, это от 9 июня материал, а не в городской думе. Нет, опять же, да, там есть областной закон, который в данном случае закрепляет территории муниципалитетов. Для того, чтобы эти границы были утверждены, необходимо проведение серии мероприятий муниципалитетами с точки зрения как раз проведения всех этих границ, привязки их к географическим координаторам и так далее и тому подобное. То есть, вот это все делает муниципальный уровень. Это все сделано, материалы переданы уже в правительство. Почему правительство не спешит? Ну, я боюсь предположить, что, как бы так, значит, не все сделано. Потому что, насколько я помню, что, когда мы принимали данный закон, как раз речь шла о том, что, если там большинство муниципалитетов у нас эту работу выполнили, и мы утвердили эти границы, то там по ряду крупных муниципалитетов, и в том числе в городе Киров, границы территориально еще не закреплены, не определены. Но весь процесс вы все равно связываете с тем, что дается некий временной лаг тем строительным компаниям, которые уже имели намерение построить дома. Ну, боюсь преступно предположить, что не дается, а используется. Да, то есть, благодаря того, что в городской думе, может быть, не столь много тех депутатов, которые готовы пробивать и требовать принятия всех актов, запрещающих застройку, в исторической, в центральной, да и вообще там точечной застройки на территории нашего города, их не так много, да, то есть, соответственно, их голос не так громок, как мог бы быть. В результате этого, вот, собственно, создается ситуация, выгодная для того, чтобы работа, это не то, что остановилось, а продолжалось достаточно активно, потому что мы видим, что эта активность, она будет, условно говоря, там с весны появилась. То есть, сначала, условно говоря, сезон... Наводит на размышления. Наводит на размышления. У нас остается две минуты до перерыва, я думаю, что в эти две минуты мы уложимся со следующим вопросом. Вчера исполнилось 90 лет бывшему пионерскому лагерю, ныне существующему детскому лагерю Артек. Все телевизионные каналы транслируют ностальгические фильмы, я сама смотрела и сама была в Артеке. Тоже нестанкирую. Ну, не особо, но, да, вспоминала. И тут, на самом деле, не может это, конечно, не вернуть нас в прошлый год, когда наши депутаты ездили в Крым, присматривали объект, присматривали какой-то детский лагерь с тем, чтобы он был передан во владение Кировской области. И сама эта тема с санаториями появилась в августе в санатории или детские лагеря после встречи тогда еще в Рио губернатора Кировской области Никиты Белых с главой государства, с Владимиром Путиным. И, по словам Белых, в ходе встречи удалось достигнуть договоренности о том, что будет дано поручение о передаче одного из оздоровительных лагерей, расположенных на Крымском побережье, в виде Никиты Рыской области. Это я вот с ним, с вами сейчас, там, зачитываю эту цитату, возвращаясь к материалу. Что сейчас происходит? Ходят слухи, что все-таки депутаты наши не оставили этого намерения. Да и, раз Никита Юрьевич вроде как говорил, тут должно быть какое-то движение. Ничего не озвучивается. Ну, движение сейчас, опять же, информация на конец прошлого года, что все еще вопросы, связанные с передачей, находятся в переговорной стадии, потому что не совсем понятно, а, правовой статус тех лагерей, опять же, с точки зрения собственников, и, б, непонятные условия, на которых будут передавать, потому что там есть вариант, когда будут передавать на условиях аренды, есть вариант, когда будут безвозмездно передавать. Естественно, что в наших интересах, там, все-таки безвозмездная передача, но, там, на это крымчане идут неохотно. Их можно понять? Их можно понять, да, потому что я думаю, что, там, с каждым месяцем, с каждым днем, там, стоимость этих лагерей будет возрастать, как все-таки курортных. А как вам кажется, в чьи руки, в конце концов, эти лагеря перейдут, или они закрепятся за... Как мне хотелось бы, или как кажется? И то, и другое. Как хотелось бы, и как кажется. Ну, я бы хотел, чтобы, там, действительно, лагерь, пусть он остается, собственно, все субъекты Республики Крым, но нам будет передан на безвозмездной основе, при условии, что, там, мы будем сами вкладывать средства в его реконструкцию и развитие. Потому что, вот, тот разговор, о котором, там, в том году еще бы начался, что нам необходимо 200 миллионов, я думаю, на сегодняшний день эта цифра, она уже будет несколько другая. Больше? Конечно, больше. А с учетом того, что мы даже по своим лагерям в этом году вынуждены были уменьшить количество, там, суммы, которая выделяется, то, соответственно, найти лишнее, там, не знаю, 300-400 миллионов пока не представляется возможным. То есть, речь идет исключительно о работе с партнерами, то есть, как в рамках спонсорской помощи, так, может быть, в рамках государственного частного партнерства. И вот, как раз с этой целью-то у нас депутаты, вот, буквально на днях ездили туда. Ездили депутаты. Ну, насколько я знаю, Дмитрий Михайлович у нас русских ездил как раз в Крым по вопросу этого лагеря. Пока я с ними не разговаривал, то есть, результат поиски я пока не знаю. Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткий рекламный перерыв, после чего вернемся с обсуждением темы насчет того, что два нашего депутата Государственной Думы, от УДФР и КПРФ, собираются баллотироваться в главы Республики Мариэл. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И вы слушаете «Особое мнение» вице-спикера ОЗС Михаила Курашина. Как я и обещала, переходим к обсуждению вопроса, зачем Сергей Мамаев и Кирилл Черкасов собираются баллотироваться в главы Республики Мариэл. Довольно неожиданно показалось многим, показался такой пироид. Сразу два наших депутата Госдумы и сразу там в президенты отдельно взятой республики идут. Там разные такие интересные обоснования. Коммунисты вообще сказали, что Сергей Павлиныч практически свой. Надо напомнить, что и Кирилл Черкасов, и Сергей Мамаев баллотировались и в губернаторы тоже. Как вы расцениваете эту ситуацию? Для чего это делается? И действительно ли эти два человека намеренно стать главой Республики? Ну, давайте начнем с того, что на самом деле профессиональная политика, человек, который не привязан территориально к какому-то месту. И, соответственно, никто же не удивляется, когда у нас появляются варяги и участвуют в выборах законодательных соединений, губернаторы. То есть это в порядке вещей для тех людей, которые занимаются политикой. Но дальше возникает вопрос, являются ли эти два человека профессиональными политикой. Если по Черкасову у меня, лично у меня впечатление, что человек все-таки занимается политикой профессиональной, то применительно к Мамаеву я могу сказать, что все-таки этот человек пока еще не является профессиональным политиком. Это больше человек, который достаточно конъюнктурен, то есть всего лишь подменяющийся ситуации. И здесь я бы, наверное, отметил такой момент, что эти два человека, являясь депутатами Государственной Думы, наверное, единственные, кто ни разу не отчитался перед законодательным собранием о своей работе, несмотря на то, что у них есть такое право. И это достаточно, я считаю, правильный такой ход, когда депутат отчитывается о том, что он сделал, в первую очередь сделал в интересах Кировской области как депутата федерального органа. Право или обязанность? Право. А у законодательного собрания, соответственно, есть право запросить такой отчет? Нет. Нет. Мы лишь предоставляем возможность, если человек изъявит желание. То есть там у нас и Тимченко был, и Доронин ежегодно отчитывается, и Синатра отчитывается. Вот есть ряд депутатов, которые, в принципе, у нас не были. Зачем это делается? Ну, я считаю, что, во-первых, это тренировка. Тренировка перед избирательной кампанией, которая начнется в следующем году, в 2016 год, это тренировка перед выборами в Государственную Думу. Вот. Опять же, учитывая, что результаты, которые они там показали в Кировской области, достаточно низкие, то, соответственно, тренировка необходима. Другое дело, были ли извлечены уроки из кампании в Кировской области, и как они учтены будут на этой избирательной кампании. Поэтому я считаю, что если цель все-таки в лучшем мере развить науки, то вполне правильно, вполне осознанно, вполне разделяю их желание потренироваться. Верю ли я в то, что они победят? Ну, не верю, конечно. То есть, несмотря на то, что их чуть-то не земляками начинают считать все-таки, это люди, которые не знают ситуацию в данной республике, они владеют достаточным количеством коммуникаций, связей в этой республике для того, чтобы работать в качестве главы этого республики. Ну, и, соответственно, там малоизвестное и мало воспринимаемое население. А как Вы считаете, эти два депутата Государственной Думы, Кирилл Черкасов и Сергей Мамаев, они все еще намерены, вот есть у них еще сохраняются ли амбиции, чтобы занять губернаторское кресло в нашем регионе? Ну, по Сергею Мамаеву скажу, что да. То есть, опять же, человек, который достаточно целеустремлен, у нас есть уже один такой целеустремленный, сейчас второй появляется целеустремленный. А кто первый? Валенчук, я считаю, что это самый целеустремленный у нас кандидат в губернаторы. Поэтому, я думаю, что следующие выборы губернатора, которые будут, то там они примут участие. Что касается Черкасова, я думаю, что, опять же, предположу точнее, что все-таки он себя в большей мере считает уже, наверное, федеральным политиком, и поэтому, может быть, интересов Кировской области у него не так много. Поэтому, он вполне вероятно может и не оказаться в числе кандидатов губернатора Кировской области. Ну и следующий вопрос. У меня есть, правительство региона определилось со структурой, которая приступает к работе с 1 июля. Речь идет о министерствах и министрах. Есть уже некоторые озвученные назначения. Так, в частности, возглавить министерство образования предложено нынешнему замглавы соответствующего департамента Александру Измайлову. Министром строительства и ЖКХ станет Владимир Богомолов. Министр юстиции возглавит зампред Роман Белеснев и министерство промышленности и энергетики зампред Евгений Михеев. Вот какой у меня вопрос. Во-первых, давайте попробуем оценить все ли на своих местах. И где у нас эти места все-таки, по вашему мнению, слабы? Ну, оценить все ли на своих местах может только время и результаты работы. К сожалению, там мы, я считаю, что затянули процесс, точнее, не мы, да, губернатор и команда правительства затянули процесс формирования структуры. В результате накопилось много достаточно серьезных, достаточно, очень серьезных проблем. И судить о том, все ли на своих местах можно только будет потому, как они запустятся. Вот, поэтому там я пока не готов делать оценки, не потому, что там каким-то образом пытаюсь конъюнктурно выкрутиться, просто на самом деле судить о людях рано. Судить по каждому из них в отдельности, ну, да, Измайлов достаточно долго был в замах для того, чтобы знать всю систему. И общаясь с педагогическим сообществом, с муниципальными органами образования, я могу сказать, что они подтверждают, что Измайлов знает систему, да, достаточно квалификации для того, чтобы работать. Но насколько я знаю, вот вы как бы так сделали, Заби, насколько я знаю, призмайлову вопрос еще не решен. Предложено, я сказала. Предложено, да. то, что касается там Романа Береснева, человеку тоже, который мы давно знакомы, ну, там опыт работы в администрации правительства, опыт работы в формате главного федерального инспектора, я думаю, что это все-таки создал достаточное количество знаний в области госуправления и в вопросах государства, связанных с правовой стороной, то есть юстицией. Поэтому сможет ли он запуститься и нормально работать, ну, я думаю, что предпосылки для этого есть. Почему Сергей Толстобров пока находится в статусе исполняющего обязанности министра? Еще какие-то сомнения существуют или сам Толстобров не определился? Это вопрос, наверное, к Толстоброву. Не знаете. Вот. Вопрос к Толстоброву, ну, как бы так, насколько я знаю, вы перечислили только последние, те, скажем так, позиции, которые были озвучены, потому что до этого озвучивалось и по министерству социального развития, и по министерству здравоохранения тоже, то есть там... с которыми более-менее все понятно было изначально. Ну, давайте считать так. Это такие министерства, которые, может быть, ну, довольно активно, открыто работают, и там было понятно, мне кажется. Ну, вы не забывайте ведь, что здесь у нас по большинству министерств, но все здравоохранения, идет ситуация объединения с какими-то другими частями, и здесь очень важно, там, если человек хорошо разбирается, там, не знаю, в медицине, а ему дополнительно какой-то блок, то риски очень большие, чтобы этот блок не выпал из последующих работ. У нас остается буквально полторы минуты, и все-таки хотелось бы понять, что происходит с Министерством культуры, поскольку мы помним, что глава департамента Павел Сырцев, теперь уже бывший, покинул по собственному желанию этот пост, и совершенно неясно не то, какая судьба ожидает Павла Николаевича, куда он пошел, и кто теперь будет возглавлять Министерство культуры, тоже неясно. Для меня это тоже неясно, буквально сегодня я разговаривал с Сан Санычем Калецких на этой тему, потому что тоже пока ситуация не совсем понятна, но единственное, что успокаивает, с его заверения, с его слов, простите у меня, что я его в эфире, цитирую, о том, что с 1 июля все структуры запустятся, то есть, соответственно, появится какое-то лицо. Кто это лицо, ни в департаменте культуры, пока не знает. Никто не знает. А это новое лицо, и лицо ищут внутри области. Может, вам Светлана предложит? Нет, я откажусь. Тогда вот нужно обратиться. Идите, Ильючу, что Светлана Зайбовна не будет министром. Мне никто и не предлагал, так что нечего смущать такими вопросами и ответами. А Павел Николаевич Сердцев, его судьба? Я думаю, что с Павлом Николаевичем как раз с его судьбой все достаточно спокойно. У него есть предприятие, на котором, собственно, я сделал имя, которое успешно развивалось. У него достаточно большой опыт чиновнической работы. Неужели его не используют? Дизайн-экспресс, то есть в качестве запасного аэродрома. А в перспективе, я думаю, что, собственно, с его опытом и работы в Думе, и с его опытом работы в исполнительной власти, я думаю, что было бы неправильно потерять такого человека из всей этой системы. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Напоминаю, что сегодня вы слушали особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера областного законодательного собрания. Приходите еще. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...